Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии пятницы. Замыкаем мы торговую неделю, снова возвращаемся к торговым идеям, которых придерживались, за которыми следили на протяжении всех пяти торговых сессий. Сегодня, как и всегда, предлагаю подвести итоги вчерашнего дня, фундаментальные итоги, посмотреть, как они повлияли на динамику активов и еще раз определить для себя, стоит ли нам действовать в том ключе, в котором мы действуем. Давайте начнем с нефтянки. 66,91 мы держимся выше 65 долларов за баррель, поэтому я, в принципе, спокоен, я уверен, что нефть еще отработает бычий сценарий. То, как покупатели смогли лихо перехватить инициативу в последние дни, лично для меня явное доказательство того, что где-то есть скрытый такой латентный ориентир в районе 70 долларов за баррель. И вот за этот уровень я лично буду бороться, и благодаря тому фундаменту, который складывается, я думаю, что шансы на тест этого уровня довольно-таки высоки. Вчера мы говорили про запасы нефти в США, это один из основных катализаторов, мы в этом не раз уже могли убедиться для котировок нефти. На этой неделе исключения не было. Действительно, как только вышли данные по запасам, которые сообщили о снижении почти на 10 миллионов за неделю, котировки воспряли духом и, в принципе, и отличились тем ралли, которое мы с вами констатировали. Следствие все это штормом в Мексиканском заливе, я говорил, действительно, те нефтедобывающие платформы, которые оказались в эпицентре стихийного бедствия, свернули производство на время и эвакуировали сотрудников. Это отразилось уже на объемах добычи, я думаю, что с учетом вот этого природного катаклизма, мы с вами пару-тройку недель точно уже сможем цепляться за данные по запасам и говорить о том, что их снижение может выступить фактором дополнительной поддержки. Касательно нефти у нас есть и прочий фон, который даже без запасов создает хорошую базу для роста. Это и рост напряженности на Ближнем Востоке, мы говорили про действия, угрозы Ирана, относительно того, что обогащение урана продолжится, если США не снимут санкции. Мы говорили с вами о том, что в отношении Ирана точно такие же ограничения могут быть установлены со стороны других регионов. Мы говорили о рисках перебоя поставок. Это все актуальный фонд, друзья. Не забывайте про него. Если мы в моменте, опять же, о нем не говорим, и если рынок не пестрит заголовками о том, что что-то произошло в плане инцидентов там, это не значит, что все разрешилось. Это по-прежнему как туча ходит где-то рядом и в любой момент может стать очень серьезным драйвером для котировка. Третий фактор – это решение ОПЕК. Вялая динамика изначально, но это не значит, что на этом мы не сможем отрасти впоследствии отработки такого временного влага. Ну и не забывайте, друзья, что, конечно же, говоря о перспективах нефти, мы можем сослаться еще на динамику доллара, понимая, что если доллар будет снижаться, особенно после последних заявлений Жирома Пауэлла, разумеется, будет расти стоимость сырьевых инструментов, всех активов, чья стоимость номинирована в долларах, потому что так складываются эти экономические реалии, связанные со спросом и предложением в зависимости от того, что происходит с долларом. Поэтому в отношении нефти я не буду давать новых горизонтов, новых целей. Я думаю, что ближайший ориентир – это 70, он сохраняет свою актуальность. Доллар иена 108,28 мы выросли сейчас, но, опять же, это ничего не значит в плане перспективы доллара. Американская валюта даже на этой неделе доказала нам не раз, что может испытывать серьезное давление, опять же, темы, связанные с ожиданием снижения процентной ставки. В частности, текущие котировки, повторюсь, друзья, 108,28, но мы ждем пару в районе 107, 106 и даже пониже. Вчера вышли данные по индексу потребительских цен, которые в годовом выражении составили 1,6% с набора и 8, ну, то есть, спад, хотя для некоторых экспертов 1,6% – это показатель, указывающий на то, что индекс находится на стабильных уровнях. База инфляции при этом выросла до 2,1%, а процента с 2. И, по идее, это, может, и стало причиной роста доллара, потому что для кого-то еще один вроде бы как нормальный отчет – это то, что снижает вероятность того, чтобы Федрезерв перешел к агрессивной политике экономического смягчения. Ну, друзья, все уже решено, я надеюсь, вы помните то, что сказал Паул, он от своих слов отказываться не будет, политика теперь будет исключительно мягкой. И мы ждем конец этого месяца как решение, опять же, Федрезерва по процентной ставке и ждем, что ставка будет снижена как минимум на 25 базисных пунктов. Это решение будет и дальше отыгрываться, закладываться в цену, нужно готовиться к еще большему снижению. Тем более, что Трамп вчера также снова сделал акцент на то, что его крайне не устраивает дорогая американская валюта и поручил своим советникам разработать, проработать способы, возможности того, чтобы ослабить курс доллара. Посмотрим, что из этого выйдет. Золото 1406, друзья, я призываю, как и раньше, ориентироваться только лишь на длинные позиции. Поддержка 1400 держится. Уверен, что по мере приближения июльского заседания, это 30 и 31 июля заседаний Федрезерва, интерес к золоту будет все больше и больше проявляться. И видел даже оценку некоторых банков, вот сети, по-моему, они ориентируются на 1450 долларов за тройскую унцию уже к середине следующего месяца. Ну, кто знает, может быть, туда что добраться, да и пораньше. Евро против доллара 1.1269. Международный валютный фонд вчера обозначил риски для Европейского союза, те риски, о которых мы говорили уже не раз, также отметил и, своего рода, призвал ЕЦБ действовать более проактивно с мягкой экономической политикой. Это мы также знаем уже, что ставку нужно снижать и, наверное, нужно запускать программу количественного смягчения. Моя личная дорожная карта выглядит так, что уже в сентябре ставку снизит на 0,1%, а в декабре запустит программу количественного смягчения. Сегодня в 12.00 данные по промышленному производству Еврозоны, еще один потенциально слабый релиз, который может напомнить нам, почему евро – это аутсайдер, соответственно, почему нельзя отказываться от коротких позиций. Фонд против доллара 1.2543, всем известный. Ричард Брэнсон, это магнат, руководитель компании «Верджин» также присоединился к прогнозам того, что будет с британской валютой, отметив, что фунт реально идет на паритет, и этот паритет будет достигнут в случае реализации жесткого Брэкзита. Ну, правда, еще не ясно. Мы ждем 31 октября, когда состоится очередной раунд голосования по тем условиям, которые предложил Европейский Союз. Пока что, друзья, без сделок по фунту я не рекомендую сейчас влезть. Очень важный уровень 1.25, и мы не решили, и еще лично я не пришел к выводу, кто же все-таки выйдет сейчас победителем. Доллар канадец 1.3036. Повторяю, что если пойдет планка 1.30, скорее всего, у пара откроются горизонты для еще большего. А снижение сейчас участники рынка отрегивают последнее решение о процентной ставке, поскольку Банк Канады не дал намеков на смягчение экономической политики, трейдеры еще раз приняли для себя позицию того, что Банк Канады не приемкнет к прочим регуляторам, которые уже анонсировали снижение процентной ставки. Но мне хочется верить, что еще не вечер и пара все-таки восстановится, и я держу пока длинные позиции, друзья. Но если пойдет планка 1.30, нужно будет принимать решение и, наверное, смириться, что локально у пары будут горизонты для еще большего снижения. По австралийцу, снова повторяю, есть хорошая возможность продать. Мы снова на отметке 0.70. Те, кто не прислушался ранее к рекомендациям, сейчас у вас есть возможность сделать это, потому что сколько раз от этой планки мы уже выходили вниз. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.